Привет, это Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про БЗ-74.1. Танк из конструкторского бюро и это один из, наверное, немногих танков, по которому возникло огромнейшее количество опросов. Во-первых, он поставил антирекорд по выкупу танков вот именно с 3D стилем, то есть там что-то полтора часа все это дело раскупали. Но, чтобы вы понимали весь размах и всю разницу, тот же КПЗ-07РН улетел за полторы минуты, ну, то есть невероятно быстро. Этот танк раскупали очень долго, да, вопросы немножко тут с ресурсами, то, что он дороговато, то, что там запретили вкладывать очень много там опыта и того остального. Но моментов есть огромное количество. В общем, мы сегодня поговорим, стоит ли его взять, потому что, насколько я понимаю, он еще доступен. Как он играется, какие у него плюсы, какие у него минусы, потому что танк такой прям очень в каком-то плане переоцененный, где-то наоборот недооцененный. В общем, сегодня по порядку обо всем поговорим, это наш привычный гайд. Ну, а вам приятного просмотра. А перед основной частью видеоролика хотел бы вам посоветовать вап-игру Визория. Вап-игра это игра, доступная с мобильных телефонов, которые используют вап-протокол. Такие игры могут быть интересны пользователям, так как они позволяют весело и приятно провести несколько лишних минут. Помните, как раньше были игры в Одноклассниках или ВКонтакте по типу там Супергонок или Удивительного Колхоза? Вот это такое же, только про рыцарей. Здесь становятся настоящими рыцарями. Тренируйте своего героя, покупайте самые непревзойденные доспехи и оружие, чтобы оказаться в зале славы. Именно тогда перед вами откроются абсолютно все двери, а для достижения этих целей вам уже доступны. Окрестности с различными обитателями и мастерами. Арена с героями, которые восходят вровень с вами. Амфитеатр с хаотичными боями по лигам. Таверна со своими, конечно же, завсегдатами, у которых для вас есть задания. Ну и в целом, нужно доказать, что вы достойны звания лучшего и выполняйте эксклюзивные поручения на новых локациях. Ссылка на источники и, конечно же, на игру в описании. Первое, что мы сделаем, это посмотрим его броню. Поставим бронепробитие в районе 265, да, но такое бронепробитие на 10 уровне очень хорошее. Что мы видим? То, что нижний бронлист как бы должен пробиваться, он пробивается. Кстати, хочу сказать, если здесь написано 203, 225, пробивают все восьмерки, девятки, десятки, все без разбора. То есть, нижний бронлист, он шьется даже под углом. И верхний бронлист, нет-нет, удар держит. То есть, тут я не могу сказать то, что прям вот сразу. Но в лоб, если хороший снаряд прилетит, то он тоже вас пробивает. То есть, меня фаза вчера прям сделала, а мне фазу было тяжело пробить. То есть, верхний бронлист как бы так, 50 на 50. Может танкануть, может не танкануть, зависит. Если вы там чуть выше будете стоять, то, допустим, танканет. Если будете наоборот, танк будет сверху по вам кидать, то, естественно, не танканет. Но это не слабый верхний бронлист, но тоже как бы не такой прям что-нибудь сильный. Что касается башни, вот здесь вот весь и фокус. Она вроде бы вот, ну, 325, она базовая идет, 347. Как бы здесь 340, 350. Ну, все очень хорошо, на подколе больше. Но меня берет просто супер конь и пробивает вот куда-то вот сюда. Вроде бы я вот становлюсь по направлению к нему. Он берет, пробивает меня куда-то в эту часть. Хотя здесь показано то, что, ну, как бы вроде брони нету. То есть, там слишком, да, все там для рикошета. Можно, если чуть довернуть, оказывается, здесь уже 280-270. То есть, башня, нужно ее настолько идеально по расположению к танку располагать. То есть, она должна идеально прямо становиться. Немножко довернул, и оказывается, тебя уже могут пробивать сюда. И здесь всего лишь 250. И это нереально бесит, когда тебя пробивают, ну, в какие-то такие стыки. Хотя, ну, казалось, да, ну, как тут такой угол. А пробивают. Ну, и, конечно же, комбашинка. В комбашинку пихают, мое почтение. Я думал то, что ее можно будет как-то закрывать. Но, честное слово, когда ты играешь от башни на бозоне, в комбашинку прилетает у тебя так часто, как будто ты играешь на каком-нибудь Т110Е5. Залетает все прям идеально. Да, на 140 мм, и как бы ее вроде бы не так, что прям видно, да, вот по коллижен модели, но ее прям видно. Интуитивно ты сразу выцеливаешь ее и кидаешь в нее, и залетает, что самое главное, в нее. Не бывает такого, что какие-то рикошеты. То есть, она прям вот такая вот, лючочек, и сюда все залетает. Ромбом танковать данный танк может. Здесь борта, на самом деле, такие они еще, если тоже можете посмотреть. То есть, танк такой, да, он как бы полузакругленный. То есть, у него не какой-то там прямоугольник или квадрат. Ну, и за счет этого, да, он бортами может танковать. То есть, борта здесь, как бы, вот, если видите, чуть ниже неплохо. Чуть выше могут пробиваться. Но если ставить адекватный ромбик, да, то в целом он, как бы, ну, вы видите, то, что танковать может. Но все равно есть небольшие стыки, небольшие зоны, куда пробивает. Не самый лучший танк для танкования ромбом, но он, тем не менее, может, как бы, с этим справляться. Кстати, еще один такой нюанс. Как вы видите, да, здесь сзади такой корпус возвышен. Здесь чуть ниже, то есть, пушка назад не опускается. Имейте это в виду, когда будете убегать, пушка не опускается. Ну, хэш фугасиками, конечно, будет очень больно. Арта, кстати, если вам закидывают, будет нереально больно. У меня вчера 261 просто съедали, потому что всего лишь, ну, тут, сами видите, 30, там, миллиметров, да, где-то там 55, то есть, ну, как-то так. В крышку башни сюда будет пробивать только, там, какая-нибудь Яга Е100 или Бабаха на ББ, потому что здесь 55 миллиметров. Ну, а танков с калибром выше 165 в игре у нас там кот наплакал, поэтому Яга, там, Бабаха, не знаю, может, какой-то еще танк напишите в комментариях, но вроде бы не должен быть. То есть, броня вроде бы зачетная, но как-то, как-то вроде бы он и не так прям сильно танкует. То есть, я на этом танке вчера провел что-то там в районе 20 с копейками боев, да, казалось бы, да, там 20 боев. Наверное, он должен там себя показать, и он показал. В среднем он танковал у меня 0,66 тысяч, это 1349 заблокированного дамага за бой. Если мы возьмем WZ-111 модель 5А, он танкует у меня 1200. Ну, разница в 100 единиц, по коэффициенту даже, как бы, вазон чуть больше. Ну, в целом, суть понятна. Танк вроде бы, типа, танкующий, да, у которого там башка, не башка, но, как бы, и близко, как бы, нет. Если взять того же АМХа, какого-нибудь М4 54, то он у меня танкует 1400. То есть, как бы, танк танкует, но это не Е100, который танкует за 2000, да, это не какой-то там другой танк. То есть, он танкующий, но, как бы, со своими приколюхами. То есть, не знаю даже, как вот его оценить с точки зрения брони. Я вчера думал то, что она будет ультимативной, но вчера и рандом, честно преднаться, был реально дурной. Все катали на бозонах, все его выцеливали, арта постоянно по тебе кидала, было невероятно тяжело. И орудие самое главное, да, пушка у нас здесь 10 уровня, 130 миллиметровка, 560 альфы. Это нереально приятно, 258 брони пробития, базовая ББшка, 330 голдовая, 65 пробивает фукас, альфы их 700. Нереально классно, очень много выстрелов, которые у тебя залетают, такие, знаешь, как бы, ну, на 600, на 650, а то и под 700 бывает. То есть, ну, классно играть на снарядах, вопросов нет. С пробитием тоже все тип-топ, вопросов нет. ДПМ 2.400 базовый, досылатель ставим, дупайок 3.100, 3.150, то есть, когда 10,5 секунд можно сделать, и тоже очень хороший ДПМ при такой альфе, все шикарно. Что касается точности, времени сведения и стабилизации, немножко здесь есть уже вопрос. Хотя стабилизация сама по себе неплохая, да, я вчера без стабилизатора катал, потом попробовал, блин, со стобом, да, действительно класс. Ну, вот, стаба хватает, но точность 0.4, время сведения 2.8 долгое, то есть, вы 2.5 сделаете, да, точность 0.36. Играть не совсем камильфа, то есть, это не КП, который был, да, за парка, который тоже можно было в конструкторском бюро собрать. Там точно шикарно, там сводка полторы секунды, там вообще все тип-топ. Ну, там и альфа не такая большая, здесь большая альфа. То есть, для такой дубины, на мой взгляд, пушка более-менее, чем адекватная. Также она опускается вниз на 9 градусов комфортно, вверх на 19, тоже хорошо. То есть, в целом, орудие комфортное. 5 не могу поставить, потому что, ну, не знаю, все равно, как будто чего-то не хватает, какой-то, наверное, комфортности. Но твердая четверка, может быть, где-то 5 с минусом, орудию точно можно поставить. Базовое ХП у нас тоже неплохое, то есть, 2.300, спокойно ставим закалку в первый слот, даже самую базовую. Прокачиваем полевую модернизацию, получаем 2610 ХП. Ставим какую-нибудь боновую закалку, получаем, соответственно, 2700 и радуемся своей жизни. Что касается, в целом, полевой модернизации, там все очень плохо, я даже не знаю, что вам посоветовать. Ставите одно, включайте другое. Можете там поставить, допустим, плюс 4 вперед, но при этом у вас будет минус 5 от скорости сведения. В принципе, перераспределение энергопитания можно поставить сюда при одном условии. Да, у вас ухудшится время сведения, если вы поставите какой-нибудь боновый стаб. Вот поставите боновый стаб, боновый стаб все это дело компенсирует, и вы будете тогда ехать хорошо, и у вас будет хорошая стабилизация. Все остальное ставить, ну, сомнительно очень. Кто-то может одно поставить, кто-то другое. Не, в принципе, вот так, если честно посмотреть, облегченная платформа еще вкатывает, опять-таки, да, потому что вам там дастся немножко по стабилизации, при этом ухудшится немножко хп. Но, опять-таки, если вы поставите сюда боновый стаб, то у вас со всем с этим, да, там получится минус 27, что-то минус там около 30%. Это хорошо будет, то есть вы будете стабилизирован, вы будете ехать очень хорошо, у вас базовые там 48, будете ехать 52. То есть это вот что касается полевой модернизации. Все остальное, да, там можно по желанию ставить какой-нибудь электропривод перископа, либо наоборот, то есть вы улучшите обзор, уменьшите там свое оглушение. Здесь вы можете поубирать, но в целом, я же говорю, полевуха, вот последнее перераспределение энергопитания и облегченная платформа. Вот там вот можно это все дело поставить, но вам нужен боновый стабилизатор. Вот прям 100% нужен боновый стабилизатор. Что касается мобильности, как я и сказал, 48 вперед, назад там он тоже 16-14 километров, там 15 едет. Ставите плюс вот эту вот тему, да, получаете 52 вперед перераспределение энергопитания и уже нормально. Кобыл 16, кобыл у нас, да, можно поставить сюда еще какую-нибудь там, не знаю, систему повышения мобильности, либо просто турбонагнетатель ехать 56, но оно ли вам надо, зачем оно здесь нужно, я не понимаю. Тяж, в принципе, и так успевает, никаких проблем нет. И в совокупности что получается? Да и обзор-то у нас как бы базовый тоже не самый там плохой, 400 метров, спокойно максимально раскачиваем вообще без каких-либо проблем. Что у нас получается? Танк с хорошим орудием? С хорошим орудием. Пробитие есть, фугасы есть, альфа есть, ДПМ есть, ВН есть, какие вопросы? Дальше. Танк у нас идет с живучестью какой-то, да, ХП есть, бронирование есть, как бы живет, вопросов никаких нет. Есть ли мобильность? Да, есть мобильность. Танк едет, танк с уделкой и поворачивается все неплохо. Маскировка, да даже маскировка, как для тяжа здесь неплохая. И обзор есть, все замечательно. А на игре почему-то не получается это все сделать. Да, вот каждый игрок играет по-разному. Кому-то этот танк зашел, кому-то этот танк не зашел. Понятное дело, что мне очень странно, как блогеры делают сессии в 5-100, 5-200, выпускают видеоролики заранее, а потом что-то они как-то не могут такие сессии сделать. Очень все это дело удивительно. Но в целом, допустим, да, если взять моего друга Димаса, да, привет вам большой. Вот он вчера на нем 3-700, 3-800, 3 духи сделал. То есть играл почти в 4К. Я вчера сделал только 3-200, но у меня реально что-то прям не шло. Я считаю то, что я данный танк не до конца реализовал. Вот прям серьезно, не до конца реализовал. Я считаю то, что на нем при моем скелле 3-500 и выше можно делать, а то и стараться к 4-м. Сказать, что данный танк плохой, точно не могу. Сказать то, что данный танк прям вот имба-имба тяжело. Не могу сказать, что он прям имба-имба. Я могу сказать то, что это прям очень хороший танк. Сейчас имба это Йох, который ездит как легкий танк, при этом с пушкой, ДПМная, как у СТ, с пробитием, как у ПТ-САУ, и при этом с броней, как у тяжа. Вот Йох имба. БЗ-74-1, на мой взгляд, реально напоминает БЗ-111 модель 5А. По геймплею, вообще по концепции все, это реально прокачиваемый в Азон-111 5А. По той цене, за которой нам ее продали, да, этот танк, никто нас не заставлял, мы сами купили. Конечно, он не стоит таких ресурсов. Ну, представляете, что такое 120 миллионов серебра, да. Можно зарядить какого-нибудь Йоха на фулл голду и гонять на нем, я не знаю, до конца этой игры. То есть, ну, реально очень дорого он стоит. Прям вот бросаться, если вы не купили его и рассматриваете его для покупки, я бы не стал сейчас бросаться. Вот все бросать, все ресурсы вкладывать и все. Мне нужно было сделать гайд, мне нужно было сделать по нему стрим, да, потому что его начислят только на пресс-аккаунт после завершения, как бы, этого ивента. А зачем он мне уже нужен, когда все перекатают? Поэтому мне пришлось вкидывать. Но если отмотать время назад и сказать то, что у меня была бы возможность взять, ну, там, он был бы у меня на пресс-аккаунте, я бы его мог покатать. И потом бы вот спустя то время, как я его покатаю, взял бы ли я его себе на основу? Да нет, не взял бы. Нужен такой геймплей, я бы взял WZ-111. Пожалуйста, нужно что-то другое. Берешь какого-нибудь 60ТП, берешь Йоха. КПЗ 07H, на мой взгляд, мне, наверное, побольше так понравился. 780 мне побольше объект почему-то понравился. Хотя, казалось бы, да, он там проигрывает и в том, и в том, и в том. Ну, 780-го точно есть, там, сводка быстрая. И его до сих пор очень многие как-то не могут пробивать. Поэтому я бы не стал бросаться. Танк хороший, но те ресурсы, на мой взгляд, не стоят. Ставить на него закалочку, досылатель, стабилизатор. Я считаю то, что, наверное, это будет идеальная сборка. В общем, пишите, что вы думаете об этом. Взяли ли вы его? Не взяли ли вы его? У вас с ним, да, какая у вас ситуация складывается? Если вы его взяли, если вы не взяли, почему не взяли? В общем, все интересно. Пишите свое мнение по поводу этого танка. Обязательно ставьте лайкосики. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Там до 65 тысяч не хватает буквально немножко. Поэтому все обязательно подпишитесь, поставьте лайкосик. Ну, и также приходите на мои стримы каждый день в 21.00 по московскому времени. Там мы катаем танчики, разыграем каждый стрим голду. И, конечно же, классно пройдем время и общаемся каждый день в 21.00 по МСК. Всем большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!